Приветствую, друзья, сердечно. Ну, как у меня Берегиня, видите? Там уже личка у ребёночка прорисовывается, это мать Берегиня. А вот у меня я рисовал мужчину, опять стала женщина. Почему я так рисую всё время женщин? Наверное, потому что люблю женщин, потому что они более благодарные, отзывчивые, которые берегут нас, мужчин, детей, берегут, воспитывают. В общем, Берегиня. Поэтому в своё время я своему другу Рербергу, Георгию Рербергу, который был оператором фильма «Тарковского зеркала», ещё в рукописи дал книжку свою, которая потом вышла в 96-м году, в 97-м году «Защита от стрессы». А он читал в рукописи и обратил внимание там, что и потом своей Валентине Титовой, которая играла в фильме «Метиль», показывала этот кусочек. Там было написано «Только мастер поймёт мастера». Ну, я тогда ещё задумался, что он Вале показывал. Она мне говорила, что это мне Георгий это показывает. А Валя Титова, она меня как раз в этот момент кормила пирожками, и в этот момент она дружила с Арой Шенгилайей, которая меня с ней познакомила. А Арой Шенгилайя – актриса из «Гранатового браслета», как вы понимаете. Мы дружили все. Так вот, я вам хочу сказать, что сейчас я хочу, чтобы мы помогли детям, чтобы взрослые помогли детям, и папы, и мамы, и бабушки, и дедушки. И поэтому отвечаю на эти вопросы, почему дети грызут ногти. Повторяемые движения снимают напряжение. Легко заменить на другую привычку. Например, показать ему, разминать кончики пальчиков. Он будет разминать кончики пальчиков, а и так будет снимать стресс. И у него будет уже другая привычка. Вот я, например, когда начинаю нервничать, или когда я долго слушаю неинтересный какой-то фильм или тему, я начинаю напрягаться, и я спокойненько себе разминаю пальчики. И вы так попробуйте делать. Это первое. А почему взрослая женщина засыпает, или когда нервничает, сосёт большой палец? Мне такой вопрос задан. Но то же самое. Это же повторяемые движения – сосать что-то. Повторяемые движения – напряжение, расслабление, напряжение, расслабление, напряжение, расслабление. Все процессы мира происходят вот в такой диалектике. Даже тигр ходит по клетке, когда он там в запятом состоянии, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Напряжение, расслабление, напряжение, расслабление. И так повторяемые движения снимают напряжение. Чтобы помочь детям, наблюдайте за их повторяемыми движениями. И тогда вы им предложите эти повторяемые движения делать осознанно, как упражнение. И вы заметите, как легко вредные привычки могут поменяться на полезные физические упражнения. И поэтому наша синхро-гимнастика по методу саморегуляции ключ, которая в учебнике профессора Матвеева для 10-11 классов, там как раз таки есть, подбирать себе те движения, которые вам подходят из миллиона различных упражнений. А здесь дети сами делают повторяемые движения, только неосознанно. Пускай несколько раз делают осознанно. Например, у меня мальчик перед экзаменами, мама его провела, а он сидит всё время вот так делает. Я ему говорю, делай сильнее. Он стал делать сильнее и сильнее, а потом говорят, а что тут делать? Я говорю, а что, уже не хочешь? Он говорит, нет, уже не хочется. Вот так говорю, делай сильнее перед экзаменами. Несколько раз, когда тебе будет удобно. И он прекрасно сдал экзамен. Ну ладно, мы ещё потом об этом поговорим. Вот у нас вебинар с Аленом будет 1 августа, 20 часов. Приходите на вебинар. Будут вопросы, и там задавайте. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok